Здравствуйте! Тема урока «Природопользование. Роль личности в охране природы». Сегодня на уроке вы научитесь определять роль личности в природопользовании и рассчитывать ее экологический след. Начнем урок с географической разминки. Разгадайте ребус. Правильный ответ – страна. Следующий ребус. Ответ – Лувр. Назовите страну. Ответ – Египет. Назовите столицу страны, флаг которой изображен на рисунке. Правильный ответ – страна – Сенегал, столица – Дакар. Посмотрите на ключевое слово. Именно о нем сегодня на уроке пойдет речь. Но говорить мы будем не о следе обычном, а об экологическом следе. Основное слагающее культуры природопользования – любовь к природе. От любви к природе – к культуре природопользования. От культуры природопользования к экологической культуре личности, которая и оставляет экологический след личности. Основные составляющие устойчивого развития – это природа, экономика и человек. Поэтому культура природопользования – это важная часть устойчивого развития страны. Культура природопользования – это обретенные знания, умения и навыки освоения природы, определяющие уровень ответственного потребления природных ресурсов. Экологическая культура также является условием устойчивого развития страны. Она включает в себя экологическую культуру личности и экологический след личности. Экологическая культура включает в себя ряд компонентов. Экологические знания и мышления, экологические умения и ценности, экологическое поведение и экологическое воспитание. Вспомните шесть слагаемых экологического следа в природе. Территория, занятая жильем и инфраструктурой, пастбища для продукции и животноводства, леса, производящие древесину и бумагу, моря для производства рыбы и морепродуктов, пашни для выращивания зерновых культур, леса для абсорбции выбросов углекислого газа. А какие слагаемые экологического следа личности? Экологическое мышление, экологическое воспитание, экологическое поведение, экологические умения, знания и ценности. Оцените свой уровень экологической культуры по критериям. Экологические знания и умения. Достаточно ли вам экологических знаний? Экологическое мышление. Можете ли вы предсказывать неблагоприятные изменения в природе на основе наблюдений и оценки видов воздействия на природу? Экологические ценности. Согласны ли вы с утверждением, что человек – часть природы? Экологическое поведение. Соблюдаете ли вы в своих действиях принцип «не навреди природе»? В формировании экологического воспитания значительная роль отводится семье. Прививая правильные привычки у подрастающего поколения, мы спасаем нашу планету. Также велика роль общества в формировании экологической культуры. Позитивный экологический след личности формируется в результате целенаправленных действий у полномоченных и компетентных органов, а также действий и мероприятий общественных организаций, отдельных личностей и каждого члена общества, направленные на защиту и охрану окружающей среды. Экологический след личности может оставить каждый член общества. Он может быть как позитивным, так и негативным. Пример позитивного экологического следа акции «Сдай макулатуру, спаси дерево», «Посади дерево, подари жизнь», а также «Зеленый патруль» и «Субботники». Примеры негативного экологического следа загрязнения водных ресурсов, использования ископаемого топлива для получения электроэнергии, загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами и производственными отходами. Всемирный фонд «Дикой природы» разработал советы по уменьшению экологического следа. Например, выбирать энергоэффективную бытовую технику, экономить электрическую энергию, установив датчики движения там, где можно отключать свет при отсутствии человека, оказывать поддержку проектам по развитию альтернативных источников энергии, сократить употребление полуфабрикатов, а также продуктов с высокой степенью переработки, поскольку их производство нуждается в больших затратах ресурсов, отказаться от приобретения товаров с большим количеством упаковочных материалов, употреблять больше фруктов и овощей, меньше мясных изделий, экономно относиться к использованию бумаги, сдавать макулатуру на переработку, больше ходить пешком, для передвижения использовать общественный транспорт, велосипеды, экономно подходить к расходу воды, закрывать кран во время чистки зубов и бритья, вместо ванны предпочтение отдавать душу, сортировать бытовые отходы. Изменение своих привычек, согласно этим несложным рекомендациям, позволит снизить интенсивность воздействия человека на окружающую среду и, несомненно, позволит оставлять только положительный экологический след. Если каждый начнет с себя, мир будет становиться лучше. Выполните задание. Рассортируйте правильно мусор в контейнеры. Правильный ответ. В синий контейнер – стекло, в зеленый – бумагу, в желтый – пластик. А вы, выбрасывая мусор, откладываете в отдельный контейнер макулатуру или пластиковые изделия, вы стараетесь покупать не фасованные, а развесные товары. Выполним практическую работу номер 8. Мой экологический след. Цель – предложить основополагающие идеи по формированию жизненной позиции личности в области природопользования. Задание 1. Измерьте свой экологический след, ответив на вопросы анкеты «Насколько велик мой экологический след?». Для того, чтобы вычислить ваш экологический след, необходимо выбрать соответствующее вашему образу жизни утверждение и провести сложение или вычитание баллов, указанных внизу строки. В блоке вопросов «Жилье» необходимо выбрать только один вариант из предложенных. Во всех остальных блоках вопросов необходимо оценивать каждое утверждение с соответствующим прибавлением или вычитанием баллов. Блок 1. Жилье. Площадь вашего жилья позволяет держать кошку, а собаке нормальных размеров было бы тесно. Прибавляем плюс 7 баллов. Большая просторная квартира. Плюс 12. Коттедж на две семьи. Плюс 23. Блок использования энергии. Для отопления вашего дома используется нефть, природный газ или уголь. Плюс 45 баллов. Для отопления вашего дома используется энергия воды, солнца или ветра. Плюс 2. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих ископаемых, поэтому добавьте себе еще плюс 75 баллов. Отопление вашего дома устроено так, что вы можете регулировать его в зависимости от погоды. Отнимите 10 баллов. В холодный период года дома вы тепло одеты, а ночью укрываетесь двумя одеялами. Минус 5 баллов. Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет. Минус 10 баллов. Вы всегда выключаете свои бытовые приборы, не оставляя их в дежурном режиме. Минус 10 баллов. Заметьте, отнимая, мы формируем положительный след, прибавляя отрицательный след. Чем больше вы набрали баллов, тем больше ваш экологический след. Предложите идеи, которые позволили бы уменьшить ваш экологический след личности. Например, выходя из комнаты, всегда гасить в ней свет. Или выключать свои бытовые приборы, не оставляя их в дежурном режиме. Мы рассмотрели с вами аспект жилье. А используя учебник, вы можете рассчитать свой экологический след по таким аспектам, как питание, бытовые отходы, использование воды и бумаги, одежда, гигиена, отдых и транспорт. Подведем итоги. Главный источник экологического следа – повседневная жизнь человека. Около 70% следа является результатом потребления домохозяйств. Тем, в каких объемах люди тратят воду и энергоресурсы, какие продукты и в какой упаковке приобретают, какую покупают одежду, мебель и какое количество отходов выбрасывают, определяется выраженность влияния человека на окружающую среду. Только позитивная модификация поведения и привычек, а не законодательные акты и стандартизация, позволят приостановить разрушение среды и прийти к гармоничному взаимодействию с ней. А человек станет оставлять только свой положительный экологический след. На этом наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok